МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Библия говорит, что мы с вами благоухание Христа. Добро пожаловать на рассвет пробуждения. Я ваш ведущий Гермес Фалькао-младший. Сегодня мы вернемся в Бразилию на вторую часть проповеди о благоухании Христа. Это будет сильное послание. А в конце программы я буду молиться о том, чтобы аромат Христа наполнил вашу жизнь, а запах небес наполнил все вокруг. Вы будете чрезвычайно благословлены. Приготовьте свое сердце, принимайте все, что приготовил для вас Бог. Давайте прямо сейчас перенесемся в Бразилию. Приятного просмотра. Когда вы соединены с небесами, вы будете выдавать из себя то, что на небе. Запомните, все в мире соединено с каким-то духом. Нейтральных людей не бывает. В духовном плане вы либо соединены со Святым Духом, либо какой-то другой дух влияет на вашу жизнь. Какой-то дух обязательно влияет на вашу жизнь. Павел и Сила были брошены в тюрьму. Но внутри тюрьмы у них не было. Они были в тюрьме. Но внутри они не были связаны. Их тела были связаны. Но их дух был свободен. Аллилуйя. Не знаю, какую песню они пели, но знаю, что это привлекало небеса. Хвала Божьих людей высвобождает небеса. Они начали славить, петь и молиться. И в атмосфере произошел сдвиг. Когда с вас выходит то, что характерно для небес, то небеса вмешаются в вашу ситуацию. Скажите своему соседу, небеса вмешаются в твою ситуацию. Скажите это, небеса вмешаются в твою ситуацию. Только у своего визита и говорю, Селва, инвадия твоя ситуация. Скажите это, небеса вмешаются в твою ситуацию. Селва, инвадия твоя ситуация. Они стали хвалить Бога. И знаете, что произошло? Бог послал землетрясение. На небесах никто не связан. Там только свободные люди. Поэтому, когда небеса вмешались, оковы должны были пасть. То же самое Бог хочет делать и сегодня. Он хочет высвобождать небеса в вашу ситуацию. Возможно, вы скажете, пастор, я у тебя проблема, у меня физический недуг. Начните славить Бога, и тогда Бог высвободит небеса в вашу ситуацию. Возможно, у вас душевные проблемы, проблемы с эмоциями. начните славить Бога, и Бог высвободит небеса в вашей эмоции. И самое главное, Он исцелит вашу душу и обязательно исцелит ваше сердце. Для Бога нет ничего слишком сложного. Нет ничего сложного. Но вам нужно открыться и сказать, «Господь, я хочу все, все, что имеют небеса для меня. Я хочу быть твоим благоуханием. я хочу пахнуть хорошо. Я хочу, чтобы люди видели во мне Христа». Церковь призвана нести благоухание небес. Ну же, ну же, вы призваны нести благоухание. скажите, благоухание небес. Вы призваны распространять запах Христа в этом потерянном, умирающем, темном мире. Миру нужна церковь. Не церковь нуждается в мире, а мир нуждается в церкви. мы не просто знаем ответ, мы и есть ответ. Вы можете сказать, пастор, но Иисус это ответ. Тогда у меня вопрос, а где живет Христос? Где живет Христос? Дух Святой? Прямо здесь. Поэтому ей есть ответ. Потому что Христос в нас. Надежда. Христос на небесах? Слава. Христос на небесах? Аллилуйя. Именно поэтому, когда Петр увидел хромого человека у прекрасных ворот, и тот сказал, дайте мне хоть что-то. Петр ответил, посмотри на нас. Это неправильно. Нужно смотреть на Иисуса. Но Петр сказал, посмотри на нас. Религии это не нравится. Потому что религия всегда старается приземлить нас. Мы грязные, бедные, разбитые. Мы ничто. Но если во Христе, но если во мне Христос, то я не могу быть бедным, разбитым и побежденным. Нет, внутри меня живет Сын Божий и тот же Дух, что воскресил Иисуса из мертвых, живет теперь во мне. Поэтому Петр сказал, посмотри на нас. Серебра и золота у меня нет, а что имею, что имею, что я имею. Он сказал, что имеет Иисус где-то там на небе. Что я имею в себе прямо сейчас. Я получил что-то с небес. Я говорю о силе, низ естественных источников. Я носитель сверхъестественной силы, которую я получил благодаря моей связи с небесами. которую я получил моей связи с небесами. Я носитель силы с небес. Она не человеческая. Я получил ее не от людей, а от Бога. Тот аромат, который я имею, благоухание, которое я имею, «Я даю тебе, я все даю тебе». Петр знал, какое благоухание он несет в себе. Это был аромат исцеления, аромат чудес, аромат познания Христа. аромат исцеления. Во имя Иисуса Христа. Встань и ходи. Вы будете проявлять то, с чем вы соединены. невозможно быть соединенным с демоном и проявлять Дух Святой. С чем вы соединены, то вы и демонстрируете. не знаю, как вы, но я хочу быть полностью подключен к источнику Святого Духа. подключен на фонт. Когда ваш телефон умер, батарея разрядилась, что вы делаете? Что вы делаете? Вы подключаете его. К чему? К источнику электричества. Некоторые из вас мертвы духовно. Что же делать? Что же вам надо делать? Подключиться к источнику силы Иисусу Христу. Аллилуйя! Хвала Господу! Вы призваны демонстрировать аромат благоухания Христа миру. Об этом говорит Павел через нас. Через нас он распыляет свой аромат, свой запах познания Иисуса. В субботу мы выйдем на площадь города и будем распространять аромат Христа по всему миру. аромат Христа сильнее, чем аромат мира. Мир тоже пахнет этот запах гнили, смерти, депрессии, болезни и греха. У греха есть запах. у всех есть запах. И мы по всему городу будем распространять этот запах. По всему кварталу у нашего мира тоже есть запах. и этот запах отвратительный гнили, смерти, греха. Да, и у демонов тоже есть запах. Кто когда-то чувствовал запах демона? Всего несколько человек. Это неприятный запах. однажды мы были в форталезе. Мы привезли команду на футбольное поле. Район был очень бедный. У нас был микрофон и колонка. У нас не было с собой грузовика с аппаратурой. Но мы приехали туда, чтобы распространять аромат Христа. Собрались люди, аромат Христа всегда вызывает реакцию. Люди чувствуют, когда в чем-то есть сила. Даже неверующие чувствуют изменения в атмосфере. Аромат Христа всегда вызывает реакцию. Туда принесли женщину на пластиковом стуле. Она была настолько бедна, что у нее не было инвалидного кресла. Она не ходила четыре года. И пока я проповедовал, ее поднесли ко мне и попросили помолиться за нее. Я сказал, конечно же. Я знаю, что я несу в себе. Это не гордость, а уверенность. Между гордостью и уверенностью большая разница. Я знаю, что то, что я несу в себе, не моя заслуга. Но я знаю, что во мне есть. Есть это. Я ничего особенного не сделал. Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, я согласился помолиться за нее. Я говорил с ней на португальском, но она меня не понимала. Я подумал, что-то тут не так. Я хорошо говорю на португальском, но почему же она меня не понимает? Затем ее внучка говорит. «Ой, я забыла предупредить. Она глухая на оба уха. Она вас не слышит». Хорошо. Тогда сперва помолимся за ее уши. Я сказал, «Окей». Давайте верить, что Бог откроет ее уши. 85% людей, которые были там, не были христианами. Они ждут, что сейчас будет. В имя Иисуса уши откроетесь. Женщина смотрит на меня и говорит, «Я слышу». Четыре года она не слышала ничего. Четыре года. Но ее уши открылись. Я спросил, «А ходить вы хотите?» Она ответила, «Мне очень страшно». «Если я встану, то я упаду». Я сказал, «Тот же Иисус, который открыл вам уши, может сделать так, что вы будете ходить». «Вы хотите ходить?» «Я бы хотела». «Так хотите или нет?» «Я хочу». исцелиться». «Вы должны хотеть исцелиться». «Бог не будет навязывать вам исцеление». «Вам нужно сказать, «Господь, я хочу этого». «Я беру мое чудо сегодня, оно мое». «Я вынудил ее сказать, «Да, я хочу этого». до этого она говорила, «Не знаю, наверное, возможно, было бы неплохо». Я спрашиваю, «Хотите или нет?» «Мне было бы неплохо». «А да или нет?» Она сказала, «Да». «Хорошо, с этим Бог может работать». Я взял ее руку и сказал, «Давайте встанем». «Но я не могу». «Можете, во имя Иисуса вставайте». Она встала, а я ее поддерживаю. Я говорю, сделайте шаг. «А если я упаду?» сказала она, «Не упадете, потому что я вас держу». «Вы легче и меньше меня». «Если вы будете падать, я вас удержу». «Тогда ладно». И она сделала шаг. Иногда нужно сделать шаг веры. Даже если вы не понимаете, вы должны поверить Слову Божьему и поступить соответственно. Библия говорит, что вера без дел мертва. То есть у веры всегда есть реакция. И вот она сделала шаг. Я держу ее и говорю, «Еще один шаг. Еще один шаг. Еще один шаг. Давайте, давайте». И все наблюдают. она идет, а я иду рядом с ней. Я говорю о имя Иисуса. Я порвозглашаю силу и чудеса. Сегодня вы будете ходить во имя Иисуса Христа. Мы прошли половину поля. Я заметил, что ее ноги стали сильнее. Я ничего ей не сказал. Я просто отпустил ее. она пошла сама и славила Бога. Аллилуйя. Аллилуйя. Полное исцеление. Хорошая новость в том, что все в том квартале знали ту женщину и не могли ничего отрицать. они говорили друг другу. Я думал, что эти чудеса это подделка. Я думал, что все это подстроено. Но это по-настоящему. Потому что мы знаем эту женщину. она ходит, потому что она исцелена. После этого я сделал призыв к покаянию. И 95% присутствующих вышли вперед, чтобы принять Иисуса. 95% 95% представляете? Все потому, что в тот день мы высвободили аромат небес, аромат чудес, аромат веры. И сегодня я хочу высвободить этот аромат в вашу жизнь. Аромат Иисуса Христа, аромат чудес, аромат прорыва, аромат процветания, аромат победы. аромат продвижения, аромат продвижения, аллилуйя, аромат процветания, аромат победы. Аллилуйя, скажите аллилуйя, аллилуйя, скажите аллилуйя. Та женщина приняла спасение. Ей было 89 лет. 89 лет. И она сказала Иисусу, войди в мое сердце, прости мои грехи, пусть небеса придут ко мне, чтобы я могла пойти на небеса. Вы можете пойти на небо лишь в том случае, если вначале небеса придут к вам, а это возможно только через Иисуса Христа, потому что Он соединитель неба и земли. После этого она смогла носить тяжелые корзины с продуктами. она не только ходила, но и носила тяжелые пакеты. Она улыбалась. Я никогда не могла подумать, что снова начну ходить. «И я полна сил». Знаете, что это такое? Вы знаете, что это такое? Это аромат небес. Аллилуйя! Если вам не нравится ваш запах, то вам нужно прямо сейчас изменить свое соединение. Подключитесь к новому источнику, к Иисусу. Слава Богу! Слава, слава, слава! Мы видели разные чудеса. И может сегодня вы ожидаете чудо физического, эмоционального, финансового, в разуме, в семье, в отношениях, в духовной жизни, в служении, на работе. Что бы это ни было, небеса прикоснутся к вам сегодня, и аромат небес наполнит вашу ситуацию. я пророчествую над вашей жизнью, во имя Иисуса. Бог меняет ваш запах. Бог меняет запах вашего дома. Бог меняет ваше мышление. Аллилуйя! Аллилуйя! Я не жертва, а победитель в Иисусе Христе. Аллилуйя! Аллилуйя! Я знаю, что это послание благословило вас. Если вы христианин, то вы желаете распространять аромат небес. Бог хочет, чтобы то, что он делает с вашим сердцем, проявилось и снаружи. Я хочу молиться о том, чтобы сила Божья наполняла вашу жизнь, а его помазание разрушило все бремена и рабства, которые мучают вас. Пусть Божье помазание покроет вас прямо сейчас. Давайте молиться. Отец, во имя Иисуса, я молюсь за всех, кто нас смотрит. Благослови их и укрепи. Пусть твое помазание разрушит всякое ярмо рабства. Дух Святой, помажь каждого человека. высвободи аромат небес. Пусть то, что ты запланировал для своих детей, не будет разрушено. Пусть планы Божьи исполняются. Я проклинаю все дела дьявола во имя Иисуса. Я проклинаю любое угнетение, давление и все проделки дьявола в вашей жизни. Во имя Иисуса. Я провозглашаю аромат небес, прикосновение небес, прикосновение исцеление, освобождение и силы. Спасибо, Отец, за Твое прикосновение и Твои благословения. Пусть Бог благословит вас. Не пропустите наши следующие выпуски. Оставайтесь с нами на связи и до скорой встречи. Мы вас очень любим. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров